Невидимый банк это место где хранятся и накапливаются ваши заслуги. Когда вы освобождаете карму, совершая какие-то добрые дела и не ждете в ответ оплаты, вы накапливаете эти заслуги в невидимом банке. Это как Иисус говорил, сохраняйте свои сбережения там, где ни моль, ни ржа, ни подкрадывается и ни крадет. Это и есть невидимый банк божественный. То есть там все хранятся ваши заслуги и в нужный момент они проявляются. То есть в трудную вашу минуту, когда вам это потребуется. Также есть еще у посвященных общий банк, где эти награды могут распределяться как для всех посвященных. Это очень похоже на материальный банк, но для посвященных. То есть здесь индивидуальный вклад ваш, когда вы переходите на другой уровень, там общий банк. То есть он не принадлежит только вам. Вы это откладываете в общую гармонию для поддержания мира. И в дальнейшем, так как вы находитесь в взаимосвязи со всеми посвященными, это может перетекать к любому посвященному, который выполняет определенную миссию. То есть, допустим, послал Бог Иисуса выполнять свою миссию на землю. И ему даются свыше несметные сокровища. То есть приходят старцы и материализуют их, как бы дань приносит ему подношение. Когда Иисуса спросили, будет ли он платить подань, он сказал, чтобы не искушать других, мы заплатим. И послал своего ученика пойти поймать рыбу, и во рту у нее будет оплата. Это тоже самое невидимый банк мистический. Или другая ситуация, когда для одних людей они закидывают сеть и не могут поймать ничего. Другой такой же человек, ничем не отличающийся, закидывает сеть, и у него Бог дает хороший урожай. Это тоже мистика, которую человек накопил. Во всех сказках, во многих притчах именно проявляется невидимый банк. Что тот, кто добр к другим, вознаграждается. Или, допустим, у какого-то человека, у посвященного, он не имея богатств, хочет кому-то помочь. Или через него проявляется божественное проявление. То есть, этому посвященному достаточно просто благосклонно отнестись к человеку. Этот человек, через этого посвященного, просто энергетически начинает богатеть. То есть, у него складываются благоприятные обстоятельства. Он может познакомиться с хорошим человеком, который его продвинет по служебной лестнице. Просто складываются сразу благоприятные условия. Это мистика. И вот невидимый банк это метический процесс, когда вам приходит все в нужный момент. У того же, кто наоборот тратит из своего невидимого банка. Мы все пополняем или тратим этот невидимый банк на определенном уровне. Тот, кто тратит, то есть, грабит кого-то, обижает, то есть, не помог кому-то тогда, когда нужно помочь. Он растрачивает свой невидимый банк. И когда этот ресурс растратится, этому человеку придется за все отвечать. То есть, он попадет в ту же ситуацию, когда ему не помогут. Он потерпит крах. С ним может что-то произойти. Но это существование этого немистического банка очень реально для тех посвященных, которые имеют видение. И в этом и заключается вера в справедливость. именно там нет таких ресурсов, которые как материальные деньги могут обанкротиться. Материальный банк он может обанкротиться. Невидимый банк он никогда не обанкротится. Поэтому тот, кто совершает добрые дела, когда он с кем-то сталкивается и может кому-то помочь, он помогает. когда он не обманывает, когда он не крадет, когда он честно живет, когда защищает слабого. То есть он всегда получит также защиту. Поэтому сказано поступайте так, как хотели бы, чтобы с вами поступали. В этом весь закон и пророки. это неизменный закон невидимого банка. И тот, кто живет с пониманием и знанием этого невидимого банка, тот всегда защищен. И для него Бог справедлив. И у него есть истинное понимание справедливости единого Бога, который всегда его защищает. Но Бог не защищает человека просто так. Каждый сам заслуживает свою меру защиты. Насколько человек дает благ и свобод другим, столько благ и свобод человек получает сам.